По ТУ, по тебе плачет, пугали. В прежние времена недостаточно прилежных школьников. Сегодня все изменилось. Профессиональное образование становится все более престижным. Привлечь внимание молодежи к рабочим профессиям призван чемпионат WorldSkills. В Чебоксарах впервые проходит региональный этап чемпионата по парикмахерскому искусству. Красота – это страшная сила, говорила героиня популярного фильма, поправляя шляпку и рассматривая себя в зеркале. Это бесспорно. Но что же такое красота? Во всех исторических эпохах и у разных народов представления о красоте были различны. Но есть и нечто общее – ухоженные волосы. Поэтому профессия парикмахера востребована всегда. Парикмахерское дело – это не только профессия, но и призвание искусства. Тенденции в прическах, цвете и стрижках, мировые бренды – все это быстро подхватывают и воплощают в жизнь мастера всего мира. В том числе и нашего города. Здесь и представители учебных заведений, то есть студенты учебных заведений, но и некоторых салонов красоты. В этом году количество участников, поскольку первые по парикмахерам не очень большой, это 6 человек, но тем не менее мы считаем для начала это очень здорово. И вот как мы видим, ребята, студенты достойно представляют те свои способности. Такие конкурсы нужны. Для чего? На сегодня особо не нужны, я не скажу, что не нужны. Особо на рынке не требуются юристы, экономисты. Они тоже нужны, но не в таком большом количестве. А вот по рабочим профессиям, те же самые парикмахеры, повара, сварщики, они нужны везде в экономике и Чувальской Республике, и в России. И тут есть проблема, конечно, осознанного выбора профессии, именно прежде всего школьниками. Настоящий профессионал всегда учится. Он просто не может позволить себе стоять на месте. Участие в профессиональных выставках и фестивалях – мечта любого амбициозного парикмахера. Но ведь большой путь всегда начинается с маленького шага. Меня привлекала эта профессия, потому что я понимала, что я не смогу просто сидеть и изобретать какие-то другие предметы. Но судя по работе, ясно, что это очень увлекательный процесс. Очень. Просто так вот не всем это дано, и это затягивает. Всегда открываешь для себя, для своего клиента что-то новое. Нет предела совершенства. Ты постоянно узнаешь что-то новое, получаешь информацию, проходишь семинары. В конце концов, сам начинаешь что-то узнавать и как-то привносить в эту профессию. Изобразить авангардный образ – такая задача стояла сегодня перед участниками конкурса. Модель надо было покрасить не менее чем в три цвета, постричь и уложить. В общем, создать образ завтрашнего дня. Мне нравится, мне это парикмахерское искусство, мне нравятся всякие прически делать, стричь, нравится, люблю я это делаю. Это возможность очень хорошая, после этого конкурса хорошо, очень устроиться. И вот то, что соревнуешься, для себя это очень, вот видишь, на что ты способна, на способности свои проявляешь. То, что, в общем, да, ну понимаешь, на что способность, что ты можешь, что ты не можешь, у других чего-нибудь научиться. У этой профессии есть будущее, в этом не сомневается ни один участник конкурса. Кстати, победители этого года будут представлять Чувашию сначала на окружном этапе в Самаре, а потом уже на всероссийском конкурсе, который пройдет в конце мая в столице Татарстана. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.